Осмотреть усадьбу в полном масштабе не удалось. Заснеженные просторы – не самый удобный путь передвижения. Однако суть понятна. Практически все постройки находятся в удручающем состоянии. Разруха со следами былой роскоши. Глава сельского поселения Гребневская Марина Бобырь, а также представители местной общественности и депутатского корпуса высказали свое мнение по данной проблеме. То, что касается самой усадьбы, то из всех пожеланий жителей, конечно, это восстановление, но однако же из всех пожеланий им бы хотелось увидеть там выставочный зал и краеведческий музей. То есть, чтобы увидеть, как эта усадьба развивалась, что из нее могло было стать и что стало. Попытки восстановить памятник архитектуры, чья история уходит корнями в глубокое прошлое, предпринимались не раз. Усадьба основана в конце 16 века боярином Бельским. В начале 17-го она перешла во владение к князьям Трубецким. В 1781 году имение купил генерал Бибиков, в роду которого она оставалась до 1811 года. Именно при нем был создан архитектурный ансамбль, дошедший до наших дней, правда уже в фактически разрушенном состоянии. Нынешний собственник усадьбы ОАО, распорядительная дирекция Минкультуры России, не раз пыталась решить судьбу усадьбы. Назначались и аукционы. За последние годы архитектурный комплекс пережил пять пожаров. Последние практически полностью уничтожили кровлю западного двухэтажного флигеля и затронули главное здание усадьбы. Одноэтажный флигель к западу от Триумфальных ворот. Сегодня необходимость принятия срочных пер по сохранению этой исторической территории явно назрела. Мы заинтересованы, почему еще так, и ГУКН, потому что сколько проект будет проходить, а стены-то стоят, а снег, вода замерзает, тает, это все может на усадьбу очень плохо повлиять уже в ближайшее время. Люди говорят одно и то же. Усадьба всем даже, ну что называется, на уровне подсознания дорога, нужна и важна. И это поможет, это сильно поможет, этого бояться бессмысленно. Важна не только как память, но и как целостная территория с историческими местами. Вполне возможно, что у Гребнева может появиться конкретный владелец. Навстречу приехал российский бизнесмен и общественный деятель, певец, автор песен, радиотелеведущий, организатор рок-фестивалей Андрей Ковалев. Случайно увидел в интернете объявление, приехал, посмотрел и просто влюбился в это место. Это потрясающая энергетика, это огромная, огромная история нашей страны. Но еще раз скажу, что это абсолютно вещь, то есть на этом не заработаешь. Это история меценатства, история такая, которая, ну для души. Вот что такое, не знаю, хобби, наверное, это слишком большое для хобби, да, и слишком затратное. Но, во всяком случае, с моей точки зрения, так. Появится ли у усадьбы владелец и будет ли восстанавливаться комплекс, покажет будущее. Ну а следующее совещание по судьбе усадьбы Гребнева назначено на 16 апреля. Лилия Тимиева, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково». Лилия Тимиева, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».